МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас жених и три невесты. Сердобольная скромница Екатерина, позитивная театралка Наталья и взрывная тусовщица Марина. А жених у нас Алексей. Давайте знакомиться. Здравствуйте! Я сегодня пришел найти свою любовь. И со мной пришли мои друзья Андрей и Алексей. Спасибо. Алексей, 28 лет. Невесту не смутил его смертельный диагноз, и она согласилась стать его женой. Но накануне свадьбы передумала. Алексей ВИЧ-инфицированный. Работает поваром-кондитером. Участвует в акциях по адаптации людей со СПИДом. Мечтает стать многодетным отцом и отметить свое 60-летие. Алексею не по пути с унылой социопаткой, страдающей фобиями. Ему нравятся выносливые и целеустремленные брюнетки с четкой жизненной позицией и твердым намерением создать семью. Сразу вопрос к профессиональному астрологу Василисе Володиной. Так ли все будет, как мечтается Алексею? Ну, у Алексея есть достаточно неплохие шансы прожить длительную жизнь, даже при его диагнозе довольно серьезно. Правда, многодетным отцом вы не станете. И я бы сказала, что ваш предел – это один ребенок, девочка. Эту девочку я вижу как возможность такую. То есть физиологически все в порядке. Обстоятельства будут препятствовать. Но, правда, даже если бы не было диагноза, я могу сказать, что ваши пристрастия, ваши жизненные взгляды мешали бы вам строить гармоничную личную жизнь. Поэтому заболевание здесь ни при чем, я думаю. Я вообще-то пришла сюда, по-моему, нормального себе жениха найти. Замуж выйти. Ну, как это? Роза, к тебе как к профессиональной свахе. Были ли у тебя уже случаи сватовства с такими, как Алексей? Слава Богу, не было. Вы сейчас все, наверное, добренькими будете, и все благородных строить. А я, честно говоря, даже нападать на меня наверняка будете. А я вот, пожалуй, извините, от Алексея отодвинусь. Я вообще не понимаю, зачем вам жениться? Не знаю, нужно просто жить тихо и самому одному, и без всяких пар. Куда ему других заражать, что ли? Вот если вы сами решили жениться, вот и женитесь. А я, честно говоря, сватать отказываюсь. Алексей, вы повар-кондитер, да? Я достаточно давно уже не работаю в этой сфере, да, то есть занимаюсь сейчас общественной деятельностью, то есть, ну, как уже, в принципе... А не работаете потому, что у работодателей такой же взгляд был на вашу проблему, как у Розы, или... Нет, абсолютно. Я просто нашел себя в другой деятельности и помогать другим людям, то есть, таким же, как я, да, например. То есть, ну, я не считаю себя каким-то особенным человеком, да, то есть, ну, с каким-то там... Скажите, а существуют ли какие-то ограничения вот с выбором, допустим, профессии, с устройством на работу? Обязаны ли вы ставить в известность работодателей, что вы ВИЧ-инфицированы? На сегодняшний день существует несколько профессий, которые действительно обязывают человека к тому, чтобы он сдавал анализ на ВИЧ, да, то есть это... в основном это хирурги и те, кто работают в перинатальных центрах, то есть, ну, непосредственно с препаратами крови. Все остальные специальности, да, ну, они не обязывают. То есть, могут быть какие-то внутренние распоряжения, но это уже как бы... Вам 28 лет, а сколько лет назад вы узнали, что вы инфицированы? Десять. Десять лет уже болеет. Нормально, пришел на программу невесту себе искать. И вот у вас случилась история любви. Сколько вам было лет? Год три, наверное, назад, да, то есть, ну, это мне было 25, получается. В сети, да, познакомились? Да, мы познакомились в интернете, мы начали общаться. Вы не сразу открылись? Конечно, нет, но на самом деле это глупо, да, то есть, говорить, здравствуйте, я Алексей, у меня ВИЧ, то есть, ну, в аудитории, например, ну, я думаю, что есть люди, у которых тоже какие-то есть заболевания. Они, наверное, не знакомятся, да, здравствуйте, у меня Машенька, у меня там еще что-то там болит. Но все-таки вы на каком этапе отношений уже ей сообщили о проблеме своей? Ну, когда я понял, что наша дружба, она перерастает уже именно в отношения, да, то есть, я человеку просто дал выбор. И она что ответила, я давно догадывалась? Ну, она сказала, да, что она догадывалась, потому что мы очень много об этом разговариваем, потому что я в этой сфере работаю, то есть, занимаюсь в общественной деятельности, помогаю ВИЧ положительным, то есть, я постоянно об этом говорю, то есть, ну. И это ее никак не остановило? Ну, нет, абсолютно. Чувствовали ответственность, да, какую-то перед девушкой? То есть, вы предохранялись, и все так, как положено. Сейчас большинство заражений идет именно половым актом. Половым путем? Да. Катя? Берегите. Ну, нет, я же думаю, что Алексей позаботится о моем здоровье. Естественно, если соблюдать все правила безопасности. И ребенок может родиться здоровым. Но ведь я знаю, что и женщина ВИЧ-инфицированная рожает здоровых детей. Да, абсолютно так. На сегодняшний день ВИЧ-положительные женщины, они рожают на 98%, а сейчас уже рамка до 99% здоровых детей. Да, то есть, если соблюдены все рекомендации врачей, то есть, если беременность планирована, да, то, соответственно, мама готова была к беременности и соблюдала все эти правила, то она рожает здорового ребенка. Чуть ли не как искусственное оплодотворение. Потому что естественным путем это приводит к заражению одного из партнеров. Ну все, этим все кончается. И ребенок может быть больной. В быту ни через полотенце, ни через пожатие руки, ни через поцелуи, ни в воздушно-капельном. Не заражают. Хорошо, скажите, вам принципиально ВИЧ-инфицированная, либо здорованная девушка? Главное, какие-то, наверное, обычные требования к будущей жене? Ну, вы знаете, я не делю людей вообще по ВИЧ-статусу, по какой-то там принадлежности, там по расовой, допустим, или там по вере, ну, религиозной, да. То есть, ну, мне кажется, это, ну, не знаю, для меня это как бы не имеет значения. Как вы узнали, что вы заболели? На самом деле у меня такая смешная немножко история, как я узнал. Ничего себе обхохочешься просто. Не, ну на самом деле смешно. Я просто очень позитивный человек, на самом деле, и в любом, в самой трудной ситуации я пытался всегда искать оптимистичный какой-то выход. И все-таки, расскажите, как узнали, что почувствовали? Я на тот промежуток времени учился в училище, и там у меня получилось так, что я немножко прогулял, там, ну, там несколько дней. И я пошел к врачу, чтобы сделать справку обратным числом. Ну, как бы, там, доктор, у меня вот болит живот, у меня ничего не болело, то есть, как бы, у меня доктор и то, и сё, и на это взяли анализы, на то. Ну, говорит, нету ничего. Я говорю, нет, доктора надо искать. Вот. Ну, и все-таки нашли. Мне не нравится, что, знаешь, очень много, конечно, вот про ВИЧ спрашивают. Спрашивают про человека, потому что, блин, что мы выбираем только человека, который вот болеет и не болеет. ВИЧ, да, мне бы сейчас услышать, что больше, да. Ну, раз так вы откровенно, за что я вам очень благодарна, вот как человек знает на следующий день, чем он отравился накануне, вспоминаю, что ему наиболее противно, там, из продуктов, так как каждый человек знает, кто виновник, кто заразила девушкой. Честно говоря, я не знаю, ну, вот есть такая поговорка, знал бы, где упасть, соломку в стиле. Нет, ну, смотрите, вы баловались наркотиками, инъекционными наркотиками тоже, да? Я не могу сказать. Я, как бы, знаете, так. Ну, скажите правду, Алексей, не хочет говорить. Я не то, что не хочу говорить, да, то есть, ну, как бы, все мы были молодыми, да, и мы все экспериментировали, да. Здрасте, не все так экспериментировали. Алексей, правильно я понимаю, что вы не можете назвать точный источник заражения, потому что любой из способов передачи мог быть? То есть, у вас были и незащищенные половые контакты рискованные, и наркотики вы употребляли? Ну, не то, что употреблял. Ну, да, пробовали, да. Вот, да. Жень, не представляешь? То есть, он не знает, от какой девушки он мог, это значит, там было ни одна, ни две, десять, там, и за 20. Ну, любвиодичный молодой человек. ВИЧ-инфекты на сегодняшний день, это не смертельное заболевание, а хроническое, да, то есть, раньше это было действительно смертельное заболевание. Леша, у меня нет компьютера, я не астролог. Можно я руку вашу посмотрю? Да, конечно, пожалуйста. Вам какую, левую и правую? Пожалуйста, пожалуйста. Хиромант Лариса Гузеева. Господи, у него еще и руки трогают. Значит, хорошо у вас все будет, как-то и... Так, а ну-ка, дети. Будет ребенок один. Все хорошо. Спасибо. Вот, на чем мы остановились. То, что ВИЧ-инфекция, это не смертельное заболевание. Есть, на сегодняшний день существует лечение, достаточно эффективное. Да, то есть, если как бы лечиться, то ты живешь спокойной такой же жизнью, как и все остальные. Девочки, вот скажите мне, пожалуйста, хронический гастрит, это не хронический ВИЧ. А зачем таким людям семью создавать? Очень хочется счастья, даже вопреки счастью другого человека. Разве не бессмысленно вообще? Ну, это же ответственность за будущего ребенка. А давайте гетто. Лепрозорий. Правда же? А почему сразу гетто-то? Ну, а как, а пусть они естественным путем вымирают. Ну, как, ведь жизнь есть жизнь, а жизнь в чем? В продолжении, в счастье. Это противоестественно, когда человек живет так же? Даже вопреки счастью любимого человека, даже вопреки постоянной мысли, что ты можешь заразить в любой момент. Смотри, какая бы добрая, а тут что-то прям Василиса разъярилась. Хорошо, давайте тогда... Я, честно говоря, с трудом представляю вообще. Я даже не знаю, что со мной может произойти, как с матерью, если я это узнаю. Вот так это легко, наверное, говорить, когда это... А выйти замуж за идиота, который может себя убить. Который издевается, вытирает ноги и не уважает. К сожалению, в нашей стране ситуация, мне кажется, с ВИЧ осложняется вот чем. Большая часть инфицированных получили через медицинские учреждения этот вирус. Насколько я понимаю, это в начале 90-х была большая проблема детей, заражали врачи. Поэтому испытывать к ним претензии, такие человеческие претензии, наверное, бесчеловечно. Но есть значительная часть людей, которым этот вирус передается в силу неправильного образа жизни. Он, конечно, становится своеобразным клеймом. И, наверное, в их ситуациях, как мне кажется, морально на благо общества отказаться, например, от продолжения рода. Отказаться от отношений с теми ВИЧ-отрицательными людьми, которым вы можете вирус передать. Вот вы не думали, что вы хотели бы связать свою жизнь именно с ВИЧ-положительной девушкой? Вот именно. Ну, как правильно. Как я и думаю. Надо их всех изолировать куда-то на отдельно. Ну, зачем они, чтобы они пересекались со здоровыми. Я не делю людей по ВИЧ-статусу или по какому-то другому признаку. Допустим, ну, как определить вообще, любовь это или не любовь? Вот если живет мальчик с девочкой, и мальчик попадает в аварию, и девочка его оставляет. Потому что он инвалид. То есть она должна быть готова умереть ради вас? Нет. Потому что когда-то вы попробовали наркотики. Нет, подождите, подождите. То есть, ну, насчет этого мы как бы сейчас не говорим. То есть не должна она умереть. Если действительно отношения, если чувство между людьми, если действительно чувство, можно иметь ответственность, и можно не позволить страсти и чувству развиться, можно изначально направлять свое внимание на тех людей, которые с вами находятся в равной ситуации. Я согласен абсолютно. Если бы человек мне не понравился, я думаю, я бы так не нервничала, как нервничаю сейчас. То есть он тебе понравился. Здорово. Ну, не урод. Какую девушку хотите встретить? Для чего? Хозяйскую, наверное, да? То есть та, которая действительно меня полюбила таким, какой я есть. ВИЧ-статус, не ВИЧ-статус. То есть, ну, как бы, а именно вот как человека меня полюбила, да? То есть и которая, ну, была просто хозяйственной, наверное, любящей, верной. А вы сами хотите любить? Да, конечно. Ага. Вот на него смотришь? Еще бы не хватало. Сразу замуж хочется. Не говори. Понимаешь, вот прям сразу. Ну, хорошо, тогда давайте будем уже знакомиться с невестами. Но прежде я хочу к вашим сватам. Вы коллеги по работе, друзья давно, всю жизнь. Вы откуда? Сначала мы с ним познакомились на одной конференции. Потом, как бы, у нас это наши, как бы, рабочие отношения переросли, как бы, в дружеские отношения. Пользуясь случаем, коллеги, я хочу просто предостеречь молодежь, которая еще, к счастью, не попала в эту ситуацию. Но хочу просто сказать, что каждый день в России ВИЧ-инфицируется 140 человек. Это недопустимо. А вы здоровы, да? У меня нет этого вируса в крови. Я вам хочу сказать, что, ребята, этому вирусу абсолютно все равно. Сколько денег у тебя в кармане, какой ты социальный статус имеешь, сколько денег у тебя в банке, на какой машине ты катаешься. То есть, понимаете, человек может быть абсолютно выглядеть нормальным, так оно и происходит. Я знаю очень много людей, у которых есть этот вирус в крови, понимаете. И они никогда не употребляли наркотики. Сейчас я вам хочу сказать, что в ряде регионов, в большинстве, превалирует половой путь передачи. Понимаете? То есть, в принципе, на лице человека не будет написано, что это. То есть, человек ВИЧ-инфицированный должен обязательно ставить в известность работодателей, партнеров по сексу, да? Да, обязательно он должен это сделать. Мне кажется, там уже не важно, половым это или, я не знаю, верхним путем, капельным. Он болеет и оно все равно передастся. По-любому уже. Знаете, есть безбашенные девчонки, которые будут назло родителям отмораживать себе уши, в порыве прекраснодушия, уходить из дома, сказать, нет, мама, я люблю Лешу, мне все равно, умру с ним в один день. Значит, такая судьба. Вы должны нести ответственность перед теми, с кем вы будете вступать в отношения. Вот и все. Поэтому сегодня мы будем смотреть и рекомендовать наиболее, ну, как бы, приемлемый для вас вариант в отношениях. Нет, я всей души желаю счастья этому молодому человеку. Где-нибудь подальше. Но не со мной. Подальше, да. От себя. Да, это уже на 100%. Вот с сегодняшнего дня буду требовать со всех справки. Гепатит С, туберкулез. Рекомендовать пока мне нечего и сказать нечего, дайте переварить вообще. Хорошо. Василис. Я уже сказала, даже если бы не было диагноза, ваши отношения с девушками просто не складывались бы, потому что в вас живет смесь водолея и скорпиона в том, что касается личной жизни. Это значит, что вы с одной стороны требовательны к девушкам и к тем людям, которые появляются рядом, а с другой стороны к каким-то вопросам относитесь чрезмерно легко и не позволяете требовать от себя. Вот я вам искренне желаю преодолеть это в себе, не быть столь требовательным и стараться для партнеров больше. Я вам искренне желаю найти ВИЧ-положительную девушку. Это будет честно. Это позволит ей не отвечать за ваши грехи. Или вместе идти и строить эту жизнь вместе. И, как мне кажется, с вашей стороны это будет социальная ответственность. Больше социальной ответственности, чем просто пропаганда. Сделайте это для социума. Постарайтесь не нести этот вирус дальше. После рекламы невесты попытаются завоевать сердце нашего жениха. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Алексей. Идите знакомьтесь с первой невестой. Удачи вам. Спасибо. Привет, Алексей. Меня зовут Катя. Привет, Катя. Ты паспорт взял? Да, всегда со мной. Значит, после передачи в ЗАГС? Не вопрос. Спасибо, проходите. Какая, да? Напористая фраза после передачи в ЗАГС. Молодец. Она свое не упустит. Здравствуйте, Екатерина. С кем вы? Моя подруга Наталья. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Как-ликат говорит о себе Екатерина? В чем-то да. Я думаю, что она настолько любит весь мир, что иногда ей, ну, как-то неловко требовать с окружающих. Хотя в характере присутствует и властность, и решительность, и упорство. А за что вы любите мир? За то, что я живу в нем. Да? Прямо так всех-всех-всех? Ну, не всех-всех-всех. Я просто люблю жизнь. Чем она вообще руководствуется при выборе такого партнера по жизни себе? Причем она сказала, что, ну, типа в ЗАГС, то есть уже определенные намеки есть. А что это вам голова-то втемяшилась-то? Вот, ну, прям чуть ли не пожертвовать своей вообще жизнью. Я не считаю... Я вообще считаю, что Алексей не должен не морочить девчонке голову в это... Я так не считаю. Я не считаю жертву. А вы действительно готовы связать свою жизнь с ВИЧ-позитивным человеком, да? Я не делю людей на плюсы и минусы. Для меня все люди едины. Моя подруга узнала 8 лет назад о том, что она положительная. Слышь, у нее еще и подруга была больная. Слушай, у меня уже голова расколывается. Мне плохо. Ты от этого неплохо лепрозория какую-то. Она узнала во время беременности, когда сдавала анализы на учет, и ей сообщили о ее статусе. То есть тут был шок двойной, потому что был пятый месяц беременности. Ей врачи все говорили... А как она заразилась? Есть у нее какие-то предположения? Ну, половым путем. От молодого человека. То есть ей все врачи начали говорить, не вздумай рожать, пятый месяц, оборот нельзя, ну давай мы сделаем тебе искусственные роды. Но она родила в результате? Да, она родила, у нее здоровая девочка, и сейчас она уже родила здорового мальчика. От кого? От отрицательного мужа. А он знал? Он знал, что она больна? Да, конечно, когда они начали встречаться, она не сказала. То есть он взял ее с ребенком? С ребенком, да. Для нее это нормально, видишь? Для меня это точно не нормально. То есть вы, если у вас слушаться с Алексеем, у вас ВИЧ позитивный... Я не считаю, мне нужен человек, ну, хороший, душевный, чтобы он... Вы будете рожать детей? Да, буду рожать детей. А если больной родится? Не родится. То есть вы так на вось, да? У меня все в порядке будет? Нет, нет. Вот у меня будет, у меня родится здоровая. А у меня по-любому родится здоровая, потому что мы сделаем очистку спермы и искусственное оплодоварение. Сейчас в 21 веке на дворе делается все. Чуть-чуть очистку. Ну, очистку спермы. Медицинские процедуры, которые позволяют вируса избежать вот при рождении ребенка. То есть девушка, которая легких путей не ищет. Я про вас все поняла. Ну, значит, нет. Тут не в этом дело, но почему легкие пути? В чем он не такой? У него рога? Если, при чем здесь рога, милая, там неизвестно, заболеет, человек уже болеет, будь прикован к постели. У вас денег хватит, чтобы его поднимать. Вы же ответственность еще берете за то, что... А почему он должен прикован быть к постели? Ну, почему? Ну, потому что так может произойти. А вдруг у меня сейчас живет машина, и я лягу вот так, он меня бросит? А вам не кажется, что в голове происходит и вообще происходит в умах страшная путаница? С одной стороны, сидит коллега из этой области, который говорит, это страшно, внимание, опасно. А с другой стороны, вы сидите и говорите, что да нет, ничего страшного. По-моему, девочка не понимает, о чем она говорит вообще. Абсолютно. Вы жили с молодым человеком, который и бил, и издевался, и унижал. Нет, он не бил меня. Мне было 18 лет, когда мы с ним познакомились, когда мы сдавали квартиру. Мама сдавала трехкомнатную квартиру? Да, мама сдавала. То есть мы познакомились. Поэтому он позвонил мне вечером, предложил погулять. После этого завязались какие-то отношения. Но я не скажу, что все там было на первых порах плохо. Для меня там первые три недели было как-то, да, мы гуляли, там куда-то он не был. А потом он предложил вам переехать в вашу же квартиру, за которую он должен был платить. Вы оставались там ночевать. Мама была в курсе, где вы остались? Да, конечно, в курсе. И автоматом платеж за эту квартиру как бы не стоял уже, да? Нет, конечно. Потому что ну как, дочь там живет с ним, как же можно будет брать с детька-то потенциального? Да, конечно, так. И деньги не брали, да? А потом как вы поняли, что просто он голодранец и вы это... Недели через три выяснилось то, что у него есть грудной ребенок. Я узнала это от жены его брата родного. Что дальше происходило? Почему там вдруг ваша подружка заночевала и вы это заметили? Ну, я же не могу объяснить действия подруги. А потом стали появляться компании всякие... Да, приходила ночью с друзьями, стаскивала меня с кровати с матрасом вместе, вволакивала в коридор и орала, принеси мне сигареты. А что вас заставляло молодую девочку, неуродливую? Ну, потому что мне в тот момент было стыдно прийти к маме и сказать, мам, ну, как, да, забери меня домой или как, давай выгоним его. Это вот тогда у вас первые мысли о всепрощении, да, появились? Мне кажется, я всегда такая была. Всегда такая была. А ваша мама много терпела в жизни? Ну, у меня мама растила одна с пяти месяцев. Отчимов не было? Был, отчим с 13... Они начали жить, когда мне было 13 лет. И как отчим? Хороший. Они сейчас вместе? Ну, сейчас они поругались. Ну, в принципе, вместе. Ну, в принципе, как бы... А отец где? Не знаю. А чего ждете от мужчины? Как видите себе мужа в своей жизни дальнейшей? Знаете, я не приемлю оскорбления в свою сторону. Если меня будут оскорблять, я этого не прощу. Катя, вот мне все-таки скажите, вы, вот если выйдете замуж за Алексея, то есть у вас прям полноценная семейная жизнь. И поцелуи там, все вот, все вот как вот у всех. Ну, а как? У меня через марлечку сняются? Да я откуда знаю, милая моя. Я просто не представляю. Вы задаете мне вопросы, буду ли я с ним целоваться? А как мне не целоваться со своим мужем? Ну, и сбудить. Конечно. На мать Терезу она не похожа. Да, вообще все это бред. Сумасшедшим. Откровенная лесть и неосознанность вообще в поступку. Как вы это вообще осознаете? А что мне осознавать? То, что я стою с ВИЧ-положителем, вот он сейчас на меня отдыхнет и я заражусь? Нет. Вы случайно падаете, разбиваете коленку? И что? Или он вместе, или вы играете в волейбол вместе на волейбольной площадке, например. Я разбиваю коленку, он подошел. Давайте тогда узнаем, были ли такие случаи вообще с заражением ВИЧ-инфекцией, вот когда кто-то играл, упал, разбил коленку. Это нужно постараться. Я была бы рада узнать, если бы вы, сидящие передо мной ВИЧ-инфицированные, могли сказать, зная свою жизнь, как вы получили вирус. Понимаете, вы не можете этого сказать. Я думаю, что могли быть такие случаи. Мы хотя бы больные не ходим никуда. Дома даже с гриппом сидим и на работу не выходим. Береженого Бог бережен. Давайте дома сидеть и вообще никуда не выходить. ВИЧ передается половым путем, через кровь и от матери ребенка. Вы хорошая хозяйка? Я считаю, что да. Потому что для Алексея это немаловажно. А с кем вы сейчас живете? С мамой. У вас нет отдельной квартиры? Нет. А вот та трехкомнатная, которая... Там сейчас живет отчим. А, то есть когда мама в контракт с отчимом, он приходит жить туда. А чья она по документам? Отчим. Понятно. А у вас есть где жить? Да. С мамой? Или отдельно? Да, с мамой. Ну то есть вы можете невестку привезти в дом, и мама будет рада. Ну ясно. Покажите, что вы приготовили для Алексея. Сегодня день такой чудесный. Мы познакомились с тобой. А может эта передача нам предназначена судьбой? Ты сверху взглядам претенденток, от них волнение тая. Из трех достойных конкурентов какая именно твоя? И бьется радостное сердечко, и мысли бьются в голове. Не делай выводов поспешных, останови свой взгляд на мне. Позволь принцессе быть с тобой, со мной ты станешь королем. Мы в небесах дворцы построим, когда останемся вдвоем. Не, начинай плакать, я тебя умоляю. Не надо плакать. Жень, ну это вообще же... Это же позор. Поверь мне, время наступило, сердцам забиться в унисон. И скоро, ох, как скоро, милой, стоять мы будем под венцом. Хочу, чтобы в нашем светлом доме всегда звучал задорный смех. С друзьями, чтобы меня знакомили. И не скрывал меня от всех. Я нарожу тебе детишек, пеленки, памперсы, агу. А со здоровьем, милой, слышишь, всем, чем смогу, я помогу. А в предвкушении развязки тебя я буду очень ждать. Чтобы друг другу глядим в глазки. Давай поженимся сказать. Спасибо. Спасибо. Нет, ну она молодец, потому что это все очень трудно делает. Я уже целовалась с ней, ты видела? Боже мой. Ужас какой. Спасибо, проходите в свою комнату, девочки. А что скажут уважаемые сваты? Очень положительная девушка, мне понравилось. А вы что скажете? Такая интересная, открытая. Алексей, ваше впечатление? Да, очень положительная девушка, на самом деле. Ну, действительно, ну, нет слов. Мне показалось беспочвенным. Какая-то безумная радость такая деланная Екатерины. Вот такая вот преувеличенная толерантность. Знаете, когда любит мир во всем мире. Сделая счастливым свою маму, соседку, подружку. Мне кажется, это труднее. Поэтому меня Екатерина не убедила. Мне показалось, что это, вот в этом есть... Наигранность. И показать, вот, а я такая. Вот вы все вот такие отсталые. А я так, да. Вот была такая вот пенка. Нам вот здесь показаться, какая я прекрасная. Мне трудно обмануть мою вот интуицию. Не верю. Не верю. Конечно, такая непуганная детская, что вот это пожар полезть, спасать, в глубину не умеет плавать. Нет, я вообще не... Как где здесь была наигранность? Не, ну, просто как бы волнение перед камерой, согласись, да? Конечно. Они как три акулы все время сидят. Я не знаю, что там мама делает, о чем там мама думает. Кстати... Мама с отчимом выясняет отношения. Да, по всей видимости, это... Ладно, девчонка молодая, но надо же думать и о детях. Почему вот никто не встанет на их сторону, еще не родившихся детей? Надо же адвокатом этих детей быть. Но примите ответственность, в конце концов. Извините, но у кого нет этого вируса в крови, у тех людей намного больше процент, когда рождаются детишки, к сожалению, к большому, с отклонениями. То есть наличие ВИЧ-статуса никак не говорит о том, что ребеночек может инфицироваться. То есть у нас 97-98% рождаются здоровые дети. Вот эти 2-3% тогда мамы не принимают терапию, не ходят к врачам или узнают о своем инфицировании, отхалатом в своем отношении к здоровью, к своему не ходя, к гинекологу. Ну, просто элементарные женские вот эти вот вещи. Ну, у нее то же самое, все на авось. Да, она то с мужем разводится, то сходится. Пусть сама разберется, потом советы дает, сидит свах. У всех будет аварий, у меня не будет. Нельзя так, это такое ужасное отношение. Вы постарше, в конце концов, надо как-то принять себе ответственность. Ну, зачем же она такая глупость? Знаете, я тоже с вами согласен, что надо говорить о своем статусе, но есть еще такой период окна, когда ни одна-то система не может сказать, что у тебя этот вирус крови есть, а он у тебя уже есть. Понимаете? Может быть, в этом направлении стоит думать? Ну, Василиса. Я повторюсь, мы имеем дело с очень сложной ситуацией, когда мы имеем дело с опаснейшим вирусом и одновременно мы должны быть политкорректны к тем, кто уже заболел и рассказывать, что они тоже люди. Сложная история. Если мы говорим о Екатерине, девушка абсолютно вашего темперамента. Раз я подхожу, как она говорит, значит, это судьба. Она абсолютно вот того сложения, той психофизики, которую вы бы выбрали, если бы встретили ее случайно на улице. Она действительно идеологизирована, Лариса. Такие ехали строить бам, поднимать целину, но только другое дело, что они это делали во имя чего-то, во имя какой-то конкретной цели. Но согласись, тоже к цели каждого из них лично это не имело никакого отношения. Ничего, зато сейчас они живут злые на весь мир, потому что молодость профукали, потому что ничего не получили взамен, потому что романтика в песнях и кинематограф показывали одно, пели про одно, а в действительности оказалось все совсем по-другому. И они обижены на всех, потому что жизнь прожитает и ничего. Нет, ты просто усомнилась в искренности ее намерений. В этом смысле намерения искренние. И вы сказали, что девушка положительная, я с этим соглашусь, но простите за грустный каламбур, она ВИЧ-отрицательная при этом. То есть все-таки я бы сказала, что вам нужно искать девушку примерно такого же темперамента, но среди равных вам, среди своих. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Новые встречи через несколько минут, не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Алексей. Идите знакомиться со второй невестой. Удачи! Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Наталья. Знав о теме этой передачи, я решила прийти, так как являюсь одного же статуса с вами. Так что мы с вами одной кровью, нам будет о чем поговорить, я думаю. Очень приятно. Спасибо, проходите. Она его выше. Смотря на такая деловая, такая серьезная. Мне кажется, она старше его. Ну да, старше. Здравствуйте, Наталья, с кем вы? Я пришла с своим другом Михаилом. Ну давайте посмотрим на вас, чтобы узнать вас лучше. Наталья, 31 год. Бывшая фотомодель. Борется со спидом больше 10 лет. Души не чает в своих племянниках. И при любом удобном случае вызывается с ними посидеть. Мечтает родить ребенка. Муж-наркоман перед смертью заразил Наталью неизлечимой болезнью. После этого вступала в отношения только с ВИЧ-позитивными мужчинами. Надеется, что сможет продолжить жизнь с Алексеем. Василиса, родить ребенка, Наталья? Да, тоже есть возможность родить ребенка. И, кстати, тоже девочку, что интересно. Я, правда, не считаю, что это вас сразу как-то моментом объединяет с Алексеем. Но, тем не менее, есть такая возможность. Единственное, прошу, не в ближайшее время. Вы ждете год, может быть, два. Три. И будет двое. У меня будет двое детей. Двое? Непременно. Девочка и мальчик. У вас племянники? Да, у меня твой племянник. Девочка, 14, 10 и 5. От сестры? Да. Ну да, она как тетка будет рядом с ним. Ну просто она его взрослая. Ну да, старшая сестра, я бы так сказала. Короче, она его старший товарищ. Семья у меня абсолютно нормально относится к моему статусу, как бы вообще, к моему... Я знаю, что у вас сестра очень поддержала в тот момент, когда... Она всю жизнь меня поддерживает. Я болею уже 12-й год. Наймы и подходят. Ими предохраняться не надо. Обмениваться микробами будут. Муж вас заразил ведь половым путем? Ну, вы знаете, я сама не подарок. Что теперь о ком-то говорить? Я употребляла наркотики. И могу сказать совершенно точно, что здесь еще, знаете, такая ситуация двоякая. Кто употреблял наркотики, тот, понятное дело, что в большей степени заразился от иголок. И не каждый просто может это себе в этом признаться, либо сказать это в открытую. Это другой разговор. Послушайте, вы отказались от наркотиков сколько лет уже? Лет 7, наверное. Наталья, вы молодец. Смотрите, как. Спасибо за откровенность, прежде всего. Спасибо за вашу позицию социальную. Я вообще против этого всего. Против всяких этих болезней. Против наркотиков. Против курения. Я не знаю, меня мама воспитывала всегда, вот с самого детства. Вы работаете, Наташа? Я всю жизнь работаю. А где сейчас? Чем вы занимаетесь? У нас семейный бизнес. Род деятельности я называть не буду. Основная моя работа, она, в общем-то, наверное, с такими же людьми, как и я сама, и с людьми, которые находятся по ту сторону забора. Я считаю, что это должна быть большая помощь и поддержка, нежели тем, которые находятся здесь. Нет, ну, ради чего ты готовилась. Ходила, платье покупала, только деньги зря тратила. Не говори. Прическу делала. Ради того, чтобы узнать, что тут все болеют. Но у меня был такой жизненный опыт, когда я связала, решила свою жизнь с человеком, находящимся в местах не столь отдалённых. То есть мы были знакомы заочно, мы переписывались, я решила выйти за него замуж, так как у него был впереди ещё срок. То есть вы познакомились с ВИЧ-инфицированным, который после сидел? Конечно, конечно. Вот он освободился. Он не освободился ещё, просто нет возможности с ним расписаться в силу того, что именно, как это сказать, именно начальство, да, или как это, колонии, да, оно создаёт очень много преград для того, чтобы люди могли связать свою жизнь. Жизнь. Три года. Но вы его будете ждать? Буду, конечно. Здрасте, а что тогда пришли? Ну как буду? Ждать-то я его буду, а вот дождусь ли я его, это другой вопрос, понимаете? В силу того, что у нас, понимаете, как бы, из-за того, что нет, опять-таки, ни лечения, нет никакого там снабжения, я-то ждать буду. А в смысле, что он живым выйдет? Конечно, выйдет, он вообще оттуда, понимаете? То есть вы не планируете влюбляться в других мужчин? Получается, что ваш приход сюда, это только такая акция социальная? Вы знаете, в какой-то степени да. Наталья, ну будет глупо сомневаться в том, что на вас мужчина реагирует. Вот, допустим, у вас начинаются отношения, вы влюбляетесь, но он ВИЧ-отрицательный. Вы будете с ним продолжать? Нет. Нет. Объясните, почему? Ну, потому что это колоссальная ответственность, и потом, я считаю, что это нецелесообразно. Ну, слышь, она нормальный человек, она говорит, я не буду со здоровым человеком. Я считаю, что это нецелесообразно. А он ненормальный. Ты видишь, она говорит, что это нецелесообразно. Вот именно. А он приперся сюда. Здоровому больного не понять, чтобы никто не говорил. То есть, как бы ни занимался этой проблемой, он всего лишь ей занимается, но он никогда не поймет глубину этой проблемы с той позиции, когда ты этим заболеванием болеешь. Спасибо вам большое. Спасибо, как сыт, голодный, не разумеет. Поэтому предыдущая девочка, солнечная дадулька, которая сидела здесь и рассказывала, как все прекрасно, и она пойдет туда, и пойдет сюда. Амбиция. Конечно, амбиция. Не поверила ни одной секунды. Если бы я была бы тоже ВИЧ-положительной, то... Да, они бы, да, конечно, тебя выбрали. Ну да, да, они бы тебя выбрали. Наташа, хотите что-то сказать зрителям? Я хочу сказать лишь то, что не так страшно, черт, как его молюют. И тем не менее, не теряйте бдительность. Не надо в омут с головой кидаться. Скажите, а Екатерине, вы же смотрели, вот предыдущие невести, которые... А Екатерине надо просто замуж выходить, здорового парня. И то, что у нее был такой опыт жизненный, такой, простите, у меня не сахарные были мужья и мужчины. Надо просто здраво смотреть на вещи. Мы, заводя детей положительные, ВИЧ-положительные люди, рискуем, осознанно идя на это, потому что сами виноваты в том, что имеем сейчас. Но люди здоровые, не желающие рожать ребенка от здоровых мужей, я считаю, это преступление. Умница. Это просто преступление. Спасибо вам огромное, что мне эти форматы программы требуют, чтобы я вам сказала. А теперь сюрприз, Наташа. Сюрприз лично для меня, то, что вы пришли сюда. Я тоже так считаю. Это не высокомерие, это всего лишь правда. По своему мужу, так сказать, может быть, будущему, да. Я хочу вам, Леша, на самом деле, от души, коль вы не можете признаться, я так думаю, все-таки, той правды, да, сказать, как вы заболели. Чтобы у вас больше не было никаких осложнений в жизни, не расставайтесь, хорошо? Будьте любезны, передайте, пожалуйста. Что за банки, Владимир Ильичев? А что это? Резиновое изделие номер один. Спасибо. Спасибо, Наталья. Отправляйтесь к другу в свою комнату. Спасибо вам. Всего доброго. Хорошо, хорошо сказала. Слушаю вас. Я считаю, что ей более взрослый нужен какой-то, более опытный человек, который ее приструнит немножко, потому что, ну, видно, что девушка властная очень, как бы, сама себе на уме, то есть, ну, не знаю, Алексей просто жизненный, радостный, он такой, то есть, ну, позитивный очень человек, мне кажется, два разных вообще человека. Нет, я считаю, что человек очень грамотный, и многое, то, что она говорит, действительно, как бы, отражает действительность. Спасибо. Алексей? Действительно, мне кажется, она очень взрослая для меня, я прям почувствовал себя ребенком, вот, честно говоря, вот, как-то, ну, где-то, может, где-то какой-то страх такой. Ты знаешь, мне кажется... Страх? Он испугался, я его напугала. Ты просто, знаешь, его глаз повязку сняла. В одном возрасте вы заразились, то есть, о чем я хочу сказать. Вы 18 лет, и Наталья где-то в этом возрасте. Молодые, думайте, включайте мозг, включайте мозг. Это, по-моему, сейчас вам кажется... Да, ничего страшного, море по колено, задумывайтесь. Я подписываюсь под каждым звуком Натальи. Умница, это нужно иметь огромное мужество, чтобы не обозлиться на весь мир, не мстить, а наоборот сказать, посмотрите на меня. И я точно знаю, что есть риск, не рискуйте, живите, заражайте здоровых детей и так далее. Таким людям искать смысл жизни вообще. Я думаю, что ее смысл в том, что родня, которая вместе с ней не то что не бросили, поддержали племянники, которых родная сестра умница смогла нормально сориентировать по отношению к тете. Наверняка для них не секрет, что тетя больная. Счастье Натальи, конечно, в ее семье, в ее родных. Это просто ей Бог подарил ей такую ситуацию. Она все сама знает. Где ей искать, и она в результате найдет, и детей родит, она все знает сама. Видишь, она просто понимает тебя во многих отношениях, понимаешь, она правильно сказала. Знаешь, вот воистину говорят, то, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Вот я слушаю, как простая обывательница. Я думаю, что миллионы зрителей с такими же ощущениями, как я. Потому что для меня это страшно, правда. Это неизвестно, непонятно и страшно. То есть у тебя агрессия, ты не испытываешь к Наталье, в отличие от Алексея. Совершенно нет. И я больше ей доверяю, понимаю, и до меня это доходит вот именно через то, как она это рассказала, как она это объяснила, и как она предостерегает. Я понимаю, что меня поняли. У каждой по-своему. Меня услышали. Даже роза без критики осталась. Жаль, что такая взвешенная позиция приходит не просто в зрелом возрасте уже, а только после страданий. Ну хорошо, хотя бы пусть так. Конечно, она многое перенесла, и видно, что это не просто перенесенные заболевания или победа над наркотиками. Видно, что этот человек в душе отстрадал, пережил, передумал, перечитал, перемыслил. Но, конечно, с точки зрения темперамента и типа это не ваш человек, потому что вам нужна девушка легкая, которая будет ко всему как бы легко относиться. Вот я боюсь, что это будет для вас заподнёк. Ходина, я боюсь. Женька, я боюсь. Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите, давай пошенимся. Я предлагаю Алексею встретиться с третьей девушкой. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ему как-то всё на смешки. Как-то ему всё смешно, я не пойму. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте. Здрасте. Кто невеста? Как вас зовут? Марина. Вы не знали, да, что... Я не знала, да. И я не хочу туда выходить, я не буду. Это позиция. Здорово. Я не хочу. Почему нет? Можете меня не уговаривать, потому что я туда не пойду. Боже, зачем же я вас буду уговаривать? Вы не знали, что он вечно... Он просто понравился вам внешне. Я просто увидела его, мне понравился внешне. Симпатичный молодой человек. А вообще как к этой проблеме относитесь? Негативно. Я это вообще не воспринимаю. Для меня вообще это очень страшно. Мне кажется, надо таких людей просто куда-то в отдельное место. Пусть они там все живут вместе, женятся, там, мирятся, детей рожают. Для меня это... Я за здоровое общество. Зачем нам нужны больные дети? Или что, вот я должна, вот если я заберемененею от него, я все 9 месяцев должна ходить и думать, что у меня родится больной ребенок. Вы с родителями живете? Да, я живу с мамой. У меня мама, меня мама воспитывала всегда с детства, вкладывала в меня деньги, чтобы я училась. Сколько вам лет сейчас? 24. У вас был опыт, да, семейный? Да. И что там не получилось? Я встречалась с молодым человеком. И что он? Ну, мы расстались с ним, он неизменил. А как вы узнали? Подружка мне рассказала. Ужас какой. Мариночка, ну вы можете в следующий раз прийти в качестве невесты, чтобы за вас боролись. Ну, для меня главное, чтобы вы хотя бы меня предупредили. Больной он там или не больной, здоровый. Вы имеете право на свою точку зрения. Поэтому никто вас не осуждает. Скажите, а вот просто, ну, на будущее какие-то вопросы задать жениху? Ну, для того, чтобы потом поделиться со своими друзьями. На самом деле это страшно, что ничего никогда не бывает один раз. Что за всю жизнь приходится расплачиваться. И если думать, что наркотики это безобидно, один раз можно попробовать. И секс небезапонезащищенный, то уже один раз ничего страшного не будет. Может быть, об этом стоит поговорить? Может быть, стоит задать вопросы? У вас другой такой возможности не будет. Ему, Лариса? Я с ним не хочу категорически. А зачем нам человеку больно делать? Зачем? То есть вы понимаете, что больно? Он и так изгой, фактически. Мы не знали об этом. Он не чувствует себя изгоем. Он живет полноценно. Мы его чувствуем таковым. Может быть, это он сейчас так делает, роль такую играет, что он всему рад, что он счастлив. Ну, навряд ли здесь есть смысл говорить о счастье. Нет, ну, послушайте, он же пришел на первый канал, на такую программу, где он выбирает свою судьбу, чтобы закричать о своей проблеме. Закричать? Конечно, чтобы обратили внимание на таких, как он, и их огромное количество, и с каждым годом становится все больше. Так вот именно, и он пришел искать себе здоровую невесту? Нет, он сказал, что он пришел просто искать невесту, а будет она здоровая или инфицирована, это будет зависеть уже от желания или нежелания невесты. Никто вас же не тащит на аркане, поэтому вы имеете право. Я принимаю вашу точку зрения. Поэтому, абсолютно, но посмотрите, девочки, вы могли бы познакомиться на улице с Алексеем, если он вам так понравился, ведь он понравился вам внешне. Вот вы знакомитесь, допустим, на улице и не знаете. Вы считаете справедливым, честным на первую-вторую встречу девушку ставить в известность, что человек ВИЧ-инфицирован? А как по-другому? Нужно об этом говорить сразу же, что я болен. А вы уверены, что ваша большой компания... Нет, Типун, вам на язык, возьмите свои слова обратно. Да, пожалуйста, тьфу-тьфу-тьфу. Нет, возьмите свои слова обратно. Я взяла свои слова обратно. Летей-летей, ни в кого не попади, как говорит моя дочка. Не надо. Я хочу сказать, что вот у вас, допустим, огромная компания, да, с которой вы ездите куда-то, путешествуете и так далее. Вы про всех знаете, про всех скелетов своих друзей? Я про всех знаю. Я всех знаю родителей. Как выглядят родители, кто, чем они занимаются. Я потому что себе выбираю друзей таких, которые здоровые, которые нормальные. Вы знаете, что человек может жить и сам не знать о своей проблеме, о своей болезни. А для этого существуют больницы, где нужно проверяться. А вы проверяете? Конечно. Конечно. Представляете, как много вам можно сказать? Во-первых, у меня молодой человек, который он был, прежде чем с ним жить нормальной жизнью, да, но вы понимаете меня, какой. Он сдал все анализы. Умница, у вас грамотная мама. Он принес мне справочку о том, что он здоров. Вот об этом нужно кричать. Вот что нужно. Мне очень жалко было бы, если бы вы сейчас ушли и об этом не сказали. Ведь не оскорбился же ваш друг, когда вы потребовали справку? Нет, я сказала, извини, я должна быть уверена в тебе, в том, что ты здоров, в том, что я здоров, потому что сдала я анализы. И это никак ни любви, ни страсти, ни отношениям не мешает, я надеюсь. Нет, это не помешало. Но они просто думают о здоровье своего потомства, потому что у них могут быть дети. Вы знаете, от любви бывают дети. Конечно. Поэтому зачем ставить эксперименты над своей короткой жизнью? Да, лучше провериться, тем более так долго делаешь. Спасибо вам, спасибо, что не отказались разговаривать, поэтому... Да, всех благ. Вам хороших женихов. Спасибо, до свидания. Понимаете, я ответственна перед ним. Спасибо, не лезьте. Здорово. Марина отказалась прийти сюда. Вы внешне очень привезли на нее впечатление. Она пришла бороться за вас, потому что ей понравились. Редакторы не сочли нужным предоставить историю болезни, поэтому вот вышла... Я уважаю позицию Марины. Она не крутила, она была честна. Может быть, тебе тоже стало страшно немного? Нет. Осталось, не стало. Алексей, вы часто сталкиваетесь с такой ситуацией? А, с какой? Ну вот когда вы рассказываете о своей проблеме, о своей болезни, и идет отторжение такое. На самом деле, я, наверное, за свои 10 лет, ну, единичные случаи такие были. Ну, были все. Как вы переживали? Ну, а что? Это же, как говорится, это тоже ответ. Нет, это тоже ответ, да? Конечно. Конечно, сталкивался. Ну, посмотри, как он расстроился. Конечно, расстроился. Мне даже жалко. Андрей и Алексей, вот познакомились с тремя девушками. Что вы вообще скажете про эту ситуацию? И кого вы рекомендуете, Алексей? Тут рекомендовать я не могу, Алексей. У кого-то конкретно, я думаю, он должен сделать выбор сам. Он принял решение. Никому давать не могу, могу посоветовать. Ну, больше Катерина, наверное, да, больше мне симпатичная, чем Наталья. Потому что Наталья, как бы, жизненный принцип, да, как бы, выйти замуж за такую же, как она, да, как бы. Вот. И, не знаю, я считаю это тоже неправильным, да, как бы. Потому что, ну, я считаю, все люди одинаковые, да, и тоже не делю, как бы, там, ВИЧ положительные, ВИЧ отрицательные. А вы бы женились на ВИЧ положительные? Возможно. Ну, если это была бы искренняя любовь, да, я женюсь на душе человека, да, а не на ее оболочке, как бы. Понятно. Вот. И у Натальи, как бы, да, то есть, там, муж, ну, не муж, молодой человек где-то сидит, то есть, как бы, Алексею как, то есть, встречаться с ней и знать, что она где-то с кем-то общается, переписывается. То есть, я думаю, по-любому какая-то переписка идет, то есть, какое-то общение, да, как бы, вот. Ну, такая вот моя позиция. Алексей, что вам дало вот сегодняшнее общение с двумя девушками и позиции третьей, которые к вам не вышли? Ну, на самом деле, очень такое, достаточно продуктивное общение, да, достаточно интересное и достаточно жизненное, да, то есть, действительно, как бы, со всех сторон мы посмотрели проблему, да, то есть, есть за, есть, как бы, с другой стороны за, да, то есть, и есть против какой-то, ну, своего рода, я так как бы его в кавычках назову. То есть, в принципе, ну, как бы, я полностью удовлетворен то, что, ну, как бы, то, что услышанным и вообще увиденным. Ну, то есть, вы свой сделали выбор. Да, конечно. Спасибо, Роза. Я тут, я изначально сказала, что жениться вам не надо, вот, это, 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 я вообще подумала, подумала, вообще это, если бы по-русски бы сказала, вот матом не умею ругаться бы, а вот сейчас бы сказала бы, не надо вам жениться. Не надо ему правильно жениться сейчас, Роза права. Бабушка моего грузинского мужа боялась, убегала в соседнюю комнату, когда включали пылесос в начале 60-х, а родители были актеры, привезли откуда-то из-за границы. Потом люди не понимали, что такое мобильный телефон, как это работает, и тоже боялись. А сегодня все говорят, как это страшно, всемирная паутина, интернет и так далее. Я думаю, что наступит то время, когда найдется средство, чтобы ВИЧ-инфицированные были вылечены. А если он все-таки зайдет к тебе? Ну, я поддержу его как человека, который, в общем-то, со мной находится по одну сторону баррикад, скажем так. Есть реальность, которая сближает, и мне кажется, вот эта самая реальность, которая вас сближает, это Наталья. Я думаю, что вы можете быть друг другу взаимно очень полезны. И что сидит человек в тюрьме? Ну, сидит, ну, переписывается она с ним. Если она боится, что он даже может не дожить до конца своего срока, о чем вы говорите? Она живой человек, она хочет рожать детей, она хочет жить полноценной жизнью. Поэтому, ну, конечно же, Наталья, естественно, Наталья. Я не могу дать, не дать вам рекомендацию как астролог. Вам нужна девушка моложе вас, худенькая, светловолосая, очень живая, практически болтливая, непросто разговорчивая, как птичка маленькая. Ну, смотри, если он зайдет, значит, ты видишь? Конечно. Выйдешь? Конечно. Я считаю, что вы должны искать такую птичку, такую легкую, может быть, легкомысленную девушку, все-таки из тех, с кем вас роднит вот этот самый диагноз. Бывает, люди болеют вирусными заболеваниями, и если у меня вирус гриппа, то я отменяю консультацию, я не целую своих близких, я стараюсь о них заботиться, берегу их. Даже если я не виновата в том, что я подцепила этот вирус гриппа как-то нечаянно. Вот я вам искренне желаю стойкости, твердости, потому что, наверное, вы не только приятное в свой адрес будете слышать в этой жизни, и все-таки желаю вам той самой гражданской позиции, что у Натальи. Спасибо. Я знаю, что вы свой выбор сделали, поэтому в любом случае мы вас поддержим. Идите туда, куда вы решили. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Елена, 27 лет, номер 1553, менеджер в экспортной компании, ищет моногамного и инициативного мужчину, который сможет обуздать ее вспыльчивый темперамент. Елена, 25 лет, номер 1554, бухгалтер, ищет состоятельного и брутального кавалера, жизнь которого готова превратить в праздник. Мы не знаем, уйдет Алексей Один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить. Давайте его поддержим. Проходите. Переходи. Вот, паспорт дел. Давайте рядышком. У нас есть пара Алексей и Екатерина. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я Лариса Бузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожалуйста. Спасибо, удачи. Мы познакомились с ней на тематической вечеринке. Вот, как-то так. О чем вы с ней говорили? Обсуждали погоду. Он очень хорошо сканирует людей. Вы такой длинношей, такой мальчик, знаете, такой чурчхелы. Понимаете? И поют за мной цыгане всю ночь. У вас была страстная ночь. Вы проснулись. А ее нет. И тут как парализовала. Главный доступ к лекарствам. Мало ли что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова